Здравствуйте, друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, царя, преобразившего Россию, внесшего вклад как в историю страны в целом, так и в развитие отдельных ее городов и поселений. Масштабные преобразования Петра I коснулись всех сфер общественной жизни. Государь заложил основы современного государственного устройства России, создал регулярную армию и флот, учредил новую систему образования. Именно при нем открылись первые культурные учреждения, музей-кунсткамера, общедоступная библиотека, а также Академия наук. Петр I не только в российской, но и мировой истории занимает значительное место. С его именем тесно связана и история Архангельска. Петр Великий понимал, что Архангельск, являясь единственным открытым портом на севере, может сыграть немаловажную роль в развитии русского государства. Север издавна славился своими мореходами и корабелами. Именно эти края могли стать местом создания отечественного кораблестроения, которое было так необходимо России. Трижды побывал царь на Двинской земле. 30 июля 1693 года Петр I впервые прибыл в Архангельск, поселился на Масеевом острове, где для него и его свиты был устроен дом. Свыше двух месяцев провел он в Архангельске. В это время в Соломболе была заложена первая государственная судоверфь и начато государственное судостроение. Царь собственноручно заложил торговый корабль Святой Павел. Во время второго посещения Архангельска Петром I в мае 1694 года состоялся торжественный спуск этого корабля на воду. Подпоры подрубал сам царь. В декабре 1700 года им подписан указ о строительстве близ Архангельска на Водвинской крепости, которая сыграла решающую роль в начавшейся Северной войне. В бою 25 мая 1701 года русские одержали первую победу над морскими силами шведов. В мае следующего года Петр I с большой свитой и гвардейскими батальонами в третий раз прибыл в Архангельск, поселился в специально срубленном для него домике напротив Новодвинской крепости, чтобы лично руководить ее строительством. В августе, после посещения Соловецкого монастыря, вместе с сопровождавшими его гвардейцами от деревни Нюхча совершил легендарный переход по государевой дороге к Онежскому озеру. Все эти три даты высечены на постаменте памятника Великому Реформатору, который стоит на высоком берегу Северной Двине. Установленный монумент Петру I в Архангельске увековечивает его заслуги перед городом. Благодаря Петру Архангельск пережил пик своего величия. Столица Поморского края стала не только главным центром международной торговли государства, но и колыбелью российского флота. Именно со степелей Архангельской верфи в Соломболе сошли корабли, начавшие морскую историю нашего государства. Памятник был сооружен по инициативе губернатора Ивана Васильевича Сосновского и официально открыт 27 июня 1914 года. Впервые архангельская общественность подняла вопрос об установке памятника еще в 1841 году. Разведение монумента тогда не началось лишь по причине недостатка денежных средств. В городской казне данное приобретение должно было обойтись в 5000 рублей, примерно 700 тысяч рублей на наши деньги. Еще 2000 рублей на изготовление постамента и перевозку скульптуры из Парижа, где она была отлита, губернатор Сосновский обязался выделить из собственных средств. Но к вопросу о памятнике вернулись лишь в июне 1909 года, вне торжественного празднования 200-летней годовщины Победы России в Полтавской битве. Скульптура является уменьшенной копией памятника Петру I, установленному в 1903 году в Таганроге. Открытие памятника прошло в торжественной обстановке при многочисленном скоплении горожан, так писали очевидцы исторического события. На широком рейде Северной Двины стояло несколько десятков судов. По условному сигналу корабли снимались с якоря и шли вверх по реке. Проходя мимо памятника, они салютовали флагами, пушечными выстрелами, ракетами. Впереди шел флагман, охранный крейсер «Бакан». За ним крупные торговые суда, лоцманские боты, суда Архангельского торгового порта, частные поморские шконы. Замыкали шествия, белоснежные яхты и многочисленные катера и лодки. Это было необычное зрелище, о чем с восхищением сообщали на следующий день местные газеты. Высота бронзовой скульптуры составляет 2,5 метра, общая – 7,5. Пятиметровый постамент из серого гранита, его архитектор, младший гражданский инженер Архангельска Сергей Августович Пец изготовили монахи Никольского скита Соловецкого монастыря в каменоломнях Кондострова в Онежской губе Белого моря. Скульптура была отлита по модели Марка Матвеевича Антокольского, племянником покойного скульптора в Париже. Строгие пропорции каменных монолитов, украшенных верхней части простым и четким орнаментом, спокойные тона камня придают статуе еще большую выразительность. Царь изображен облаченным в офицерский преображенский мундир во время Полтавской битвы. На голове – форменная треуголка. Ветер треплет полы его мундира и офицерский шар. Он стоит в горделивой позе, опираясь правой рукой на трость, влево и сжимает подзорную трубу. На груди Петра – орден святого апостола Андрея Первозванного. От правого плеча к левому бедру протянута широкая орденская лента. Порывистый, решительный, он весь устремлен вперед и по замыслу автора олицетворяет могущество российского государства. На лицевой грани основания выбита надпись «Петру Великому, 1911», что означает дату начала работы над памятником. На остальных сторонах – годы посещений царем Архангельска – 1693, 1694, 1702. Во время Гражданской войны город являлся опорой формирования Северной Белой Армии под командованием генерала Миллера. Частями Красной Армии Архангельск был взят в 1920 году, после чего начался массовый снос имперских памятников как символов самодержавия и царизма. В том же году скульптура была сброшена с постамента, а на ее месте сооружен обелиск жертвам интервенции на Севере 1918-1920 годов. До 1933 года фигура царя пролежала на берегу, затем какое-то время хранилась в домике Петра, деревянном строении, в котором жил первый всероссийский император, наблюдая за строительством архангельских укреплений военного флота. Потом скульптура Петра Великого была перемещена в фонды Архангельского краеведческого музея. После Великой Отечественной войны в середине XX века монумент был восстановлен на историческом месте основания Архангельска, набережной Северной Двины, и взят под охрану как памятник федерального значения. Став одним из главных символов Архангельска, он прочно утвердился на своем месте. И не просто утвердился, а даже получил общероссийскую известность, представляя Архангельск на 500-рублевой купюре. Если вы хотите пополнить свои знания о Великом Реформаторе Петре I, приглашаем вас в Каковинку за книгами. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok